По словам жильцов дома номер 12 по улице Малая Конюшина, вот такие куски штукатурки чуть ли не каждый день буквально падают им на голову. И причина такого камнепада, как уверяют жители, исключительно в ремонтных работах, которые ведутся в цокольном этаже дома. Это такой беспредел, такая уголовщина, чтобы нежилое помещение, общее имущество дома продать. Являются ли строители преступниками, теперь разберется только суд. Жители уже подготовили свое обращение в прокуратуру. После появления в подвале работников с отбойными молотками, дом пошел ходуном. Работы идут полным ходом, по дому пошли трещины, количество трещин с каждым днем увеличивается, но работы не останавливаются. Местные коммунальщики причину внезапно появившихся трещин объясняют просто. Дом старый, вот и трескается. Когда жители пригрозили, что обязательно пригласят съемочную группу, работники жилкомхоза проявили чудеса расторопности. Правда, на крыше. Появились узбеки-высотники, которые стали ремонтировать водосточные трубы. А заявки на ремонт этих труб мы подавали еще в январе. Основание воронки должным образом к кровле не закреплено. Когда идет дождь, потоки прямиком устремляются вниз, минуя трубу. К тому же, услышав слово «телевидение», коммунальщики во дворе посадили дерево, кое-где в авральном порядке золотали крышу. И то местами. Сейчас делаем там подвальное помещение, замену фанины проводим еще и холодную воду, трубы холодной воды. Ей не нравится, что там ведутся собственника помещения в подвале работы, что они там работают отбойным молотком. Чем закончится тихая схватка жильцов и коммунальщиков, остается только догадываться. Хоть и говорят, что правда одна, но здесь она, похоже, у каждого своя. Сергей Семенов, Михаил Ищенко и Кирилл Легоньков. Новости 24 Петербург.